Не знаю, любовь такая странная штука. Не знаю. Понимаешь, иногда я смотрю на Марио, у меня даже дыхание перехватывает, а иногда... Что? Иногда нет. Знаешь, ты стала такая красивая, теперь в тебя кто угодно влюбится. И тут я поняла, что Миллер все знает. Он очень хорошо описал мне состояние Сазара Августа. Мы должны быть очень осторожны, Миллер выразился довольно ясно. Мы должны все как следует взвесить, прежде чем говорить ему. Потому что какие-то вещи могут ему помочь, а какие-то, наоборот, серьезно повредить. До сих пор мы были осторожны. Но мне не очень-то хочется врать. Ведь он мой брат, я люблю его. Я знаю, как он страдает из-за этих провалов в памяти. Не мешает ему вспомнить все. Я останусь с ним. Будь очень осторожна. Патрисия это крайне деликатная тема. Конечно. Но мы ведь не можем вечно скрывать это от него, правда? Чем лучше он будет продвигаться в своем лечении, тем скорее мы сможем все ему рассказать. Но тогда он воспримет это гораздо спокойнее. Ты, конечно, не пошла на анализы. Нет. А могу я узнать, почему? Рубен, или ты пойдешь со мной, или я не пойду. Ладно, пошли в понедельник. Не получится. Почему? Завтра я уезжаю с подругами в Акапулько. Значит, ты уезжаешь с подругами в Акапулько. И когда ты вернешься? Не знаю. Когда мне надоедят море и солнце. Пожалуйста, Мануэль, расскажи мне об этом браке, пока его нет. Как же Сазар Августу мог жениться? Я не знаю. Я и сам толком не понимаю. По-моему, они поженились в Штатах. Но ведь он уже женат. Этот брак недействителен. Мы не можем вмешиваться. Сначала он должен все вспомнить, и тогда он сам примет решение. Беда в том, что он совсем запутался. Он догадывается, что Моника обманывает его, но он не знает, в чем именно. Бедняга совсем растерялся. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ему. Я на все готова, лишь бы помочь ему. Но мне страшно. Я боюсь рассказать ему что-нибудь такое, что может повлечь за собой кризис. Тихо, Мануэль, улыбайся, Сазар Августу идет. Привет. Привет. Только прошу ни слова. Я хочу, чтобы вы знали, я ездил к Патрисии. К Патрисии? Когда? Ну и как она? Я всегда добиваюсь того, чего хочу, Мануэль. А больше всего мне хотелось увидеть Патрисию, посмотреть, какая она, понять, почему воспоминания о ней бередят мне душу и наполняют ее радостью. И ты видел ее? Да. И она оказалась именно такой. Это трудно объяснить. Я помню ее очень смутно. Но когда я увидел ее, словно повязка упала с моих глаз. Это та женщина, которую я хотел найти. Не знаю, поймете ли вы меня. Но увидел ты ее, и что? Она говорила ужасные слова, а оскорбляла меня. Она говорила, что видеть меня не хочет. Потом вышел ее отец. Ах, вы ужасный человек. Он тоже оскорблял меня, говорил, что я негодяй, подлец. Захлопнул дверь перед самым моим носом. Я так ничего и не понял. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, что же я сделал Патрисии. Пожалуйста. Я должен это знать. Ты должен понять, Сезар. У вас с Патрисией все кончено. Это дело прошлое. А я хочу знать, в чем моя вина. Она относительна. Ей, конечно, очень больно. Она оскорблена в своих лучших чувствах. Тебя так долго не было, и вдруг ты являешься. Чего же ты от нее еще хочешь? Не знаю. Может, чтобы она любила меня? Потому что я ее люблю. Но ты женат? Это совсем другое. Когда я увидел Патрисию, у меня словно крылья выросли. Но ее семья ненавидит меня. И у них, наверное, есть причина для этого. Да, им ничего не нужно от тебя. И от твоих родных тоже. Они упомянули моего отца. Я так ничего и не понял. Похоже, что они ненавидят и его, и меня, причем за одно и то же. Я не знал, что им сказать. Ты не можешь разобраться во всем за один день, Сезар. Ты должен научиться терпению. И врач, и мы все, мы знаем, что заболевание у тебя непростое, что лечение будет долгим. Я знаю, знаю. Но мне не хватает терпения. Извините, но мне надо бежать. Мы с Габи договорились встретиться. А то я в последнее время совсем ее забросил. Она чувствует себя одинокой. Пока, Валет. Пока. Увидимся, Сезар. Как хорошо, что ты согласилась, Адет. Это был чудесный вечер, Рейнальдо. Да, а может, когда-нибудь повторим? Что скажешь? Я с удовольствием. Ты правда, с каждым днем все красивее. Перестань, Рейнальдо. А то смотри, я действительно в это поверю. Но это же правда. Ничего, если я тебя поцелую? Ну, в общем-то... Ладно, пока. Спасибо. Еще я и не понимаю, почему не разрешают работать. Они даже не говорят, что у нас за фирма. Может быть, врач не рекомендует? Наоборот, он говорит, что это пойдет мне на пользу, что это поможет мне вспомнить. Что если бы речь зашла о чужой фирме, это одно. Но раз это дело семейное, то мне стоит попробовать. Не знаю, Сазар Августов, может, тебе действительно стоит попробовать? По крайней мере, там всегда найдутся люди, которые помогут тебе. Еще я хотела поговорить с тобой о том, что беспокоит Мануэля. Ты ведь помнишь, что оставил ему все свое состояние? Теперь он акционер фирмы и работает там. Да, он мне говорил. Так вот, относительно этих денег и акций. Мануэль чувствует себя очень неловко. Он считает, что теперь, когда ты жив, он не имеет права пользоваться тем, что на самом деле принадлежит тебе. А мне все это зачем? Я ведь не умею со всем этим обращаться. И скажи Мануэлю... Нет, лучше я сам ему скажу, когда увижу. Что я не мог доверить свое состояние более надежному человеку. Даже если бы я знал, что я еще вернусь. Ты не представляешь, как я рада. К тебе возвращается твое прежнее чувство юмора. А оно у меня было? Еще бы. Ты все время над всеми подшучивал. Я был счастлив. Ты же знала меня раньше. Я был счастлив, Валерия? Это сложный вопрос. Но ты знаешь ответ. Скажем так, дома ты счастлив не был. У Эммы слишком властный характер. А мой отец? С отцом ты никогда не ладил. Не знаю почему. Вы с ним никогда не были особенно близки. И между вами всегда стояла твоя мать. Это врач мне тоже объяснял. Он говорит, что моя мать виновата в том, что у меня такой характер. И в том, что я так обращался со своим отцом. Ну, ты еще успеешь во всем этом разобраться и со всеми примириться. Я безумно хочу увидеть своего отца. Мануэль, пожалуйста, Ольга вот-вот придет, а у нас ничего не готово. Ну, хватит, Мануэль, успокойся. Ладно, ладно, я буду умницей. Ну, так что же ты мне хотел рассказать? Ольга! Смотрите, кого я вам привела. Мария, привет, привет! Добро пожаловать. Я на минуту, надеюсь, я вам не помешала. Ну, что ты! Мы ждали Ольгу, чтобы сесть за стол. Составишь нам компанию? Мне как-то неловко. Оставайся, Мария, у меня здесь еды на целый полк хватит. Ну, раз вы настаиваете. Иди сюда. До свидания. До свидания.